Здесь уже капитальное строительство, заделались сваи под капитальный фундамент, но развитие дальнейшего строительства не получило, мы приостановили. На 70 гектарах земли в национальном парке Мещура строится эко-поселок родовых поместьй. Земля под участки относительно недорогая, 150 тысяч рублей за полтора гектара. Но есть один пункт, о котором многим покупателям участков, похоже, не сказали. Земля предназначена для сельского хозяйства, а значит строить дома здесь нельзя. По троим дело было доведено до конца, дело рассмотрено и оформлено постановление о административном наказании. Это три человека. Был Николаев, Скалин и Студеникина. Сумма штрафа пока небольшая, всего 3000 рублей, но наказывать помещиков представители национального парка могут в каждый свой рейд. Похоже, что недовольны новыми соседями и жители ближайших деревень. Один из домов уже сгорел. Основная версия причины возгорания – поджог. Другой дом тоже, похоже, поджигали, но здание устояло. Сегодня на землях помещиков владельцев участков не оказалось и поговорить с ними нам не удалось. Однако, судя по записям в группе ВКонтакте, отказываться от строительства люди не собираются. Их основной посыл в том, что земля в собственности. Грядки и плодовые деревья здесь с лета, а значит ничего противозаконного они не делают. Здесь несколько гряд на разных участках выращивают картофель небольшими грядами, сажают плодовые деревья. Сейчас снегу достаточно много, мы не увидим, но есть несколько саженцев фундука, разных вишней, черешней. Инициативная группа экопоселения Ягодное обжаловала решение местного суда относительно незаконности их построек. Первые слушания состоятся в областном суде уже на следующей неделе. Дмитрий Киричков, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.